Приветствую вас, друзья, в прямом эфире. Сегодня у нас последний день спринта, третий день. Завтра у нас будет еще этот аккаунт, в котором вы доходитесь. Мы будем вечером делать розыгрыш. Я так думаю, розыгрыш мы сделаем примерно часов 10 вечера, чтобы вы еще до 10 вечера смогли посидеть, поработать над заданиями. Я долго думала, как мы будем разыгрывать. В общем, решили сделать отдельный пост. Я сегодня выложу примерно часов в 12 ночи. И под этим постом вы напишите свои ощущения, отзыв, что вы думаете про этот спринт, что вы получили, что вы осознали. В общем, будет такой мини-отзыв. А что вы думаете вообще про этот курс? Что вы осознали, что вы получили? Получили ли вы инструменты или нет? Тут такой один вопрос задали в личку. А где инструменты? Почему Нелли не дала никакой инструмент? Но дело в том, что благодарность — это уже инструмент. Причина, что всё есть мои желания, — это уже инструмент. Дышать — это уже инструмент. Радоваться — это уже инструмент от процесса. Все эти инструменты, они и так понятны, но мы это не используем. У меня сегодня ночью опять какая-то фигня была с головой. Я сидела там, трансформировала программы. Не знаю, ночью мне вообще не спится. У меня лезет информация в голову просто по ночам. И я судорожно беру телефон, либо начинаю пост печатать какой-то, либо начинаю в аудио записывать. И, в общем, у меня пришло просто сложно. Я вот очень много раз разбирала программу дуальности. Просто и сложно. Но сегодня ты меня прям вообще так глубоко торкнула. Сейчас расскажу. Всё самое простое, ну если по дуальности, да, в целое, оно самое сложное. Это как с примером, если вы хотите запрятать что-то, что никогда не найдут, положите это на самом видном месте, знаете, да, такое. Что я вообще делаю, да, во всех эфирах, курсах и так далее? Я пытаюсь рассказать самые простые вещи, самые банальные. И это самое сложное в жизни, потому что мы это знаем. Все книги, там, Зеланд, Кеха, Диспенза, там, вообще любого автора возьмём, они все пишут об одном и том же. Библию возьмите, Веды, Коран. Мы частушками, сказками, песнями, книгами передаём одну и ту же информацию. Но она непонятна, потому что она слишком проста. Но слишком проста. Просто она непонятна. Мы это всё знаем. И мы всегда от этих простых вещей отмахиваемся, потому что мы знаем. Но мы знаем на уровне ума, и никогда это не применяем. То есть каждый раз, когда ты говоришь кому-то, или я говорю вам кому-то, что нужно радоваться, ну все такие, ну да, окей, ну да, я радуюсь. А то, что это, блин, такая сложная и простая одновременная штука, что, чтобы догнать эту простоту, это, блин, нужно столько сложностей пройти. Чтобы догнать простоту, что единственное, в мире есть там Любовь. Ну да, мы знаем, что Любовь — это сила, что Любовь — это всё творит. Ну да, мы это знаем. Мы настолько всё, много знаем, что для нас это непостижимо, потому что мы это знаем. И когда меня со всеми сравнивают на курсах, на эфирах, на YouTube, пишут, что типа это уже написано. Ну да, вы это знаете, но это настолько просто, что вы это не применяете. Вы это тысячу раз читали, и это слишком просто. Короче, а раз это слишком просто, это сложно и непостижимо. Я даже не знаю, как это объяснить. Самую простую вещь объяснить сложнее всего, потому что мы это знаем, и достучаться до человека очень сложно. Почитала я некоторые комментарии под постами, которые вы у себя делали. Ну типа, я на эту хрень не пойду. Ой, это там обман. То есть я говорю о Любви, о радости, о счастье, жить сейчас, любить себя. А люди считают это хренью, потому что одни это так знают. Вот, ну толку, жизнь говно. Денег нету, отношений нету, желаний не исполняются, и всё херово. Потому что вы все это знаете, но это слишком просто. Это слишком банально, чтобы об этом говорить. Это слишком явно и понятно, чтобы это обсуждать и платить ещё за это деньги, чтобы опять это услышать. Ну это типа слишком, ну тупо получается. И все считают, что я говорю тупые вещи только потому, что это и так всем понятно, это и так всем ясно. Вот, но достучаться до таких людей, которым всё ясно, понятно, и они всё знают, сложнее всего. Вот прям реально сложнее всего. И я вот сидела, думала, блин, ну реально, я... Блин, моя работа — это объяснить просто самые простые вещи. И в этом сложность. Потому что все всё знают. Это всё ясно, понятно. На уровне ума всё, блин, понятно. Поэтому дальше я не буду изучать, потому что, ну, блин, я знаю. Всё понятно, сила любви, да. Нужно радоваться, ну да, ну чё. Все хотят счастья, да, вот, пожалуйста. Я счастлива. Но однако у меня не проблемы, здоровья нету. Они знают, но не пользуются. Они знают, что они знают. Они думают, что они знают, но они не знают. В том-то и дело, что они ни хрена не знают. Они бы пользовались, если бы они догоняли, на самом деле, в чём там суть. Люди самые простые вещи не видят. Ну, понятно, возьмите, вот, запрячьте что-то подальше, его найдут. Его, её, чего-то. Но как только ты на самом видном месте, вот прям перед глазами разместишь, это не видно, потому что, ну это же очевидно, что, ну это не может быть так. Нужна ваша помощь. Почему я сознательно набираю вес? Вес — это вы копите свои чувства подавленные. Всё. Разбирайте все ваши чувства. У меня все посты на эту тему. Разбирайте подавленные ваши чувства. Это накопление знаний и подавление чувств. По-другому вес мы не набираем. Радусь тому, что есть, что есть. Начали появляться люди, которые утверждают, что жизнь тяжёлая, выживать надо. Да-да-да-да-да-да. И им это никак не вдолбить. И не надо никого спасать. Зачем? Поняла, что это моё желание, но не могу докопаться. Зачем я блокирую какое-то чувство? Ну, мы так приучены. Понимаете, мир дуален. Мы всё делим на хорошее, на плохое, на чёрное, на белое, на надо, не надо, на правильное и неправильное. Мы всё делим. Мы одну сторону всегда выбираем, а вторую подавляем. В итоге целого этого не получаем. У нас нет ни того, ни того. И мы не можем радость чувствовать без подавления злости. Мы всегда просто хотим… Ну, это наш ум такой. Ну, мы устроены так. У нас два правых полушария. Ой, правых. Скоро будут два правых, и левое, и правое полушария. Мозг, наш привык всё делить. Но мы так устроены. Не надо искать, почему я подавляю. Этот вопрос нам не нужно разбирать, почему я подавляю. Нам нужно вопрос задать себе, что я подавляю. А вы подавляете всё, что разделили на две крайности. То есть практически вообще всё. Мы всё делим на правильно и неправильно. На надо, не надо. На так и не так. На хорошее и плохое. На зло и на добро. Мы всегда делаем какой-то выбор. Мы не видим целого. У нас всегда только вот одна медаль. Мы видим вот только одну сторону тетрадки. А нам нужно взять, обойти и увидеть другую сторону. Мы не привыкли двигаться. Мы привыкли смотреть с одной стороны. Мы привыкли использовать свою консервативность. Я прав. Дело в том, что быть правым — это вообще программа офигенная, которая всегда нас заставляет останавливаться. Я прав. Мы всегда хотим быть правыми и доказывать всем всю свою правду. Но наша правда, она узкая, узкобокая, однобокая. И если мы развернёмся и посмотрим ещё с другой стороны, то мы можем это цело увидеть. Маза хотела заболеть. Объясните, как мне выздороветь? Никак не могу. Но вам нужно понять корень сигнала тела. Где вы болеете? Что именно за болезнь? Разберите, какие у вас ассоциации с этим органом? Что именно у вас болит? Печень, почки, подавленная злость, агрессия. Я хороший, я правильный, я хочу всем доказывать, я хочу чего-то добиться, я ищу цели. Но вот это всё дело. Я не хочу смотреть, я не хочу слышать. Мне чего-то нужно, я вечно чего-то ищу, я вечно чего-то коплю, я ищу причины, чтобы себя любить. Но мы из этого болеем. Но если вы хотите глубже разобраться именно по вашей болезни, что именно сигнал тела вам показывает, почитайте вот Луизу Хей, как Хей, да? Просто наберите «Психосоматика» и рядом напишите слово в Google или в Яндексе, слово «болезнь». Посмотрите причину ваших шаблонов мышления. Но опять же, в психосоматике это общее понятие, которое может вас натолкнуть на мысль, а вы дальше ассоциативно с собой поговорив лично узнаете. За каждым заболеванием, это просто сигнал тела, наше тело сигналит, какие блоки, какие шаблоны мышления, какие на наши узкие места мешают нам двигаться в потоке, мешают нам жить, где мы остановились. Это наши страхи, подавленные чувства. Это то, что мы чего-то хотим, ничего в себе не разглядываем. Это наша пустота внутри, которую мы вечно, внешне хотим заткнуть, эту пустоту внутри. Эти все чувства, которые мы хотим испытывать, мы пытаемся их всеми внешними факторами получить. То есть мы пытаемся от людей поиметь всё, что нам внутри к самому себе чувствовать не хватает. И мы там от людей хотим, от денег, от исполнения желаний, от одежды, от вещей, от дома, от квартиры. Все нам должны, мы всех учим жить, как правильно кто-то должен себя вести. Но мы не обращаем на себя внимания. Наши заболевания — это просто наша остановка, тело сигналит. Обрати внимание на себя. То есть любое заболевание, даже неизлечимое, можно излечить. Очень много случаев, которые на моей практике, на практике моих знакомых, которые также работают с болезнями, с сознанием, и куча психологов классных, психотерапевтов, которые могут разобраться с башкой и вылечить какие-то заболевания. И случаев выстреления очень много. Если вы не можете начать сами разговаривать с собой и поднять сигнал тела, то почитайте психосоматику. Пробуйте ассоциации, просто взять на листочек свои, повыписывать. То есть это ваше подавленное чувство, которым нужно разрешить быть, которое нужно прочувствовать. Вы подавляете боль, а боли нужно разрешить быть, потому что, блин, боль — это офигенный сигнал, который нам помогает выжить. Если бы не было боли, мы бы сгорели, руку положили бы в костёр, и боли нет. У нас бы рука сгорела. Это защитный механизм от смерти. Как только вы понимаете, что вы в себе подавляете, какую боль, какую агрессию, какие… Но в основном это всё боли и агрессия. В основном это всё негативное, другая сторона медали того, чего вы хотите. И разрешив этому быть, рассмотреть как целое, вместе с противоположностью, вы вот это чувство себе вернёте. То есть вы его прочувствуете, вы целое прочувствуете. Нам же чувство нужно не злости испытывать. Ну, например, многие спрашивают там, «Ну, я копала, я подавляю в себе злость. Что мне, типа, надо чувствовать злость?» Но если вы её начнёте рассматривать, нужно её рассматривать не для того, чтобы чувствовать злость. Нет. А рассмотреть, увидеть целое, что злость и вот это вот противоположное чувство, какое может быть, агрессии, злости, вот такое радость, благость, благодарность. Когда вы увидите целое, что злость и благодарность – это одно и то же, и чем оно объединяется, почему злость благодарна, а благодарность может быть там злостной какой-то штукой. Вот если вы это целое рассмотрите, вы почувствуете это целое, вот тогда вы вернёте себе это подавленное чувство, тогда вам не нужно будет его извне цеплять. Для меня всё равно не доходит, как могут просто приходить деньги, если в карантин всех позакрывали, срезали, я живу по радости, но доходы с карантином срезались. По какой радости вы живёте? Радость – это процесс творчества, а не то, что вы достигли. И вы сейчас пытаетесь вопросы себе задавать из позиции жертвы и ответы получить из позиции жертвы. Но если вы Бог, который играет в этом теле, то ответьте на этот вопрос с позиции Бога. Тогда у вас будет ответ. Вы просто не с той точки зрения смотрите. Всё время сомневаюсь, нужно, не нужно делать то или иное. Я чаще выбираю делать. Дело в том, что когда мы что-то выбираем, мы знаем вот это и мы знаем это. Мы всегда выбираем из того, что мы знаем. А Бог у вас раскрывается только в одном случае, когда вы не знаете и перестаёте выбирать. Вы просто наблюдаете по импульсу и делаете любое другое действие. Новое, третье находите. То есть вы не выбираете то, что вы знаете. Жизнь, поток, движение, энергия, любовь вне знаний. Там, куда вы не понимаете, куда идти, и там, где что-то новое. И перед выбором, когда вы стоите, у вас там ни там, ни там нового нету. Вы не туда идёте. У меня такой движ начался всё спонтанно, в потоке по-новому. Вот это должно быть так, спонтанно, по-новому, с интересом. Энергия рождается на ваше желание, на вашу движуху в равном количестве, сколько у вас к этому интерес. Интерес — это и есть антиматерия, то ваше желание, которое вас двигает. Жертва, почему это хорошо? Жертва, Творец — это одно целое. Жертва тоже творит Творец. Можно твоё мнение? Да, тотальная жертва, которая всё принимает, это Творец, потому что Творцу ничего не нужно переделать. Он всё принимает, что он сотворил. Поэтому Творец и Жертва — это одно и то же. Рак левой груди. Ассоциация у вас с грудью. Для чего вам грудь? Вообще, для чего человеку грудь? И что такое рак? Поразбирайте отдельно. Рак — это когда одна клеточка хочет заразить с собой клеточку рядом и захватить всё. Кого вы учите жить так же, как и вы должны жить? Это рак. А ещё добавьте туда ассоциации, что такое грудь для вас, что вы ощущаете, когда слышите слово «грудь», когда вы смотрите на грудь, что вы ощущаете, какие ассоциации у вас с грудью возникают. У меня сразу с кормлением, когда даёшь новую жизнь, источник питания. И как-то порассуждать. Всё рождается в рассуждениях. Порассуждать, как это связано с тем, что я хочу других заразить, как они должны питаться и получать питание и источник своей жизни навязать другим. Ну, то есть, как, по-вашему, должны быть все остальные люди и вам нужно навязать. Но это у меня такой ответ. Он не может совпадать с вами. Возможно. И у каждого ответ будет свой. Просто мои слова могут натолкнуть, порассуждать с этим. Я не знаю, что в психосоматике. Я не изучала психосоматику. Я не знаю. Я не знаю, что там написано про рак. Я не знаю, что там написано про другие заболевания. Я не читала Луизу Хей вообще. Я не знаю, я знаю, что там описание есть. А что они там пишут, не знаю. И почитайте их рассуждения тоже. Сами порассуждайте. Но когда вы сами порассуждаете, вы найдёте ответы. Потому что чужие ответы, они на самом деле так себе. Возникает страх к той новой реальности. Ну, у вас страх жизни. Потому что жизнь, она только в новом, в познании новом. Это жизнь в движении. Когда вы двигаетесь, я вчера говорила, например, вы за рулём едете, у вас всегда по дороге пейзаж меняется. Если у вас страх поменять пейзаж, то что вы делаете? Вы стоите на месте, в машине остановились и просто стоите, сосерцаете один пейзаж. То есть у вас есть выбор остановиться, умереть, либо сменить пейзаж и менять, и наблюдать его. Страшно, где все желания исполняются, есть богатство, есть всё изобильно. Зачем? Пропало желание покупать, брать в мире, что это? Какое у вас желание? Быть в бедности, ничего не иметь. У вас такое желание? Ну, как бы себе признайтесь. Если нет, то признайтесь, что у вас всё-таки есть это желание. И оно никуда не пропало. Это сейчас вы там от ума придумываете. Ну, реально, подумайте, я хочу быть богатым или я хочу быть бедным? Где вам тепло ощущается в теле? Где хорошо? Где вы хорошо чувствуете себя? В каком вопросе? У меня, например, никогда желание не пропадало быть богатой и иметь кучу денег. Это классно, это здорово. Это моё естественное продолжение, потому что, если я изобильна внутри, мир настолько изобилен, и богатство — это очень круто. Деньги — это очень круто, дома — это круто, машина — это круто, всё круто вообще, путешествовать классно. Я напутешествовала с деньгами и без денег где-то около 30 стран пока ездила. Ну, блин, это очень круто, это действительно классно, но это только от внутреннего изобилия внутри вот этих чувств, которые вы себе разрешаете, даёте, живёте с удовольствием и принимаете всё, как есть. Вот всё, что происходит каждую минуту времени. Это наилучший вариант событий, который может быть вообще с вами случиться. Но когда, представьте, вы сейчас выбираете самый наилучший вариант, который может быть, но он вам не нравится, вы его хотите изменить, но он для чего-то нужен вам. Вы его меняете, естественно, из всех остальных вариантов, лучше-то уже был, но вы-то от него отказались, приходит вариант похуже. Вам и тот не нравится, вы начинаете ещё этот вариант изменять. И из остальных всех вариантов, два первых лучших-то вам не понравились, вам придётся поменять на более худший. Так что, куда вы пытаетесь чего-то изменять, если тот вариант, который у вас есть, наилучший? Благодарю тебя за курс миллион раз. Вот, хотите новые курсы и скидки получить, пишите сегодня под постом, который я выложу ночью. Ну, завтра пишите, вернее, под постом. Курс не направлен был для того, чтобы вы завтра через три дня проснулись миллиардерами. Ну, это смешно, что вы сами понимаете. Вот, он был направлен, чтобы вы задумались и начали обращать внимание на себя, начали рассуждать, начали понимать и прочитали не пять-десять строчек о том, почему я не хочу иметь денег, а тысячи этих вариантов, чтобы все ваши зеркала вокруг вас прям показали, написали для вас и ответы, все трансформированные. Посмотрите, сколько шаблонов мышления за вас, все частички вас, все ваши отражения трансформировали. Вчитывайтесь, осознавайте, это же, блин, классный процесс, это творческий процесс, это вообще, ну, блин, интерес включайте к этому. У вас очень быстро все поменяется, как только начнете с собой работать. У меня очень сильные подвижки. Дети, которые все время твердили, что мы бедные, вдруг стали говорить, мы же богаты, ты не работаешь, тебе деньги просто так приходят. Блин, офигенные дети. Видишь, они начинают сразу транслировать. Твое внутреннее состояние передается всем вокруг. Когда вам хорошо, то люди вокруг вас начинают собираться, когда вам классно, всем классно. Когда вы грустите, то вы вокруг одни грустные рожи видите. Когда вы в депрессии, то весь мир говно просто, вам палки в колеса все будут вставлять. Когда вы жертва, жертвы вокруг, и жертвы погоняют, и тирану вокруг, и все это вам транслируется. То есть, ваше состояние, оно транслируется, блин, мгновенно. Меняйте ваше состояние. Это не розовые очки, когда вы такие, блин, у меня все хорошо, у меня позитивно. Нет, вы рассматриваете противоположное чувство и находите единое целое вместе с тем, что вы хотите получить, и то, что вы подавляете, и рассматриваете, блин, в этом красоту, бриллиант, все вот эти вот грани, которые вы отрицаете. И тогда, ну реально, вот эта красота приходит. Кстати, еще вот шаблон мышления трансформировали, там я смотрела, девчонки, мальчишки, а что такое красота и уродство? красота, она уродлива, а уродство, оно красиво. Почему это одно единое целое? Уродство, оно в одинаковости. Мы красоту меряем все шаблоном каким-то, эталоном каким-то. красота, она в уникальности, то есть ничего похожего. То есть каждый пазл, посмотрите на природу, насколько она уникальна, ни одного листочка, ни одной песчинки, ни одной травинки похожей нету. Оно все уникально, в этом и есть красота. Перестаньте быть похожими на других. Когда вы видите людей вокруг некрасивых, они же ваши отражения, вы в данный момент такой некрасивый, реально, прям вообще ужас. да, вы красоту видите вокруг и насколько люди просто офигеть, уникальны, красивы. Одного вот такой носа, другого вот такой. Когда у кого-то там такие глаза, у кого-то там маленький рот, у кого-то большой, блин, вы видите и думаете, блин, какая не похожесть, как классно. И они же вас отражают. Это вы такой классный, вы такой не похожий. То есть когда вы мир рассматриваете, всегда рассматривайте, а что я-то при этом чувствую? Это же я такой, это же мои чувства внутри меня. И тогда вам становится красиво внутри и вас как в отражении люди начинают видеть красоту и делать бесконечные комплименты как только вы начинаете замечать вовне это все она сразу и тут же понимаете что это мои чувства вам их люди начинают транслировать и говорить боже какая ты красивая какой-то красивый классный замечательный ну или у меня высыпание на лице можно про можно проработать по этой же технологии найти выгоды и принять конечно неважно деньги прыщи и здоровье желание отношения это все одно наш мир я бог наш мир это мое продолжение все люди вокруг меня наделены всем теми качествами которых я хотела которых я хотела рассмотреть потому что в себе не принимая этот груз тащить сама не хочу мне надо всех наделить тем что я в себе не вижу я вижу свое отражение я вижу там красивых чтобы мне протранслировали что это я красивый я вижу в отражении ненормального чтобы увидеть в себе эту ненормальность который я отрицаю я вижу топость людей чтобы увидеть эту тупость насколько она классные гениальные в том что все что мы себе отрицали это наши таланты это наши уникальные ценности это наша божественная суть это вот то что мы отрицаем это что нам во мне не нравится либо нравится вот у них нравится а во мне такого нету не менее это не мы это отражение создаем только для того чтобы в себе это разглядеть и увидеть и полюбить даже библии то любовь что это такое когда ты рассматриваешь недостатки других людей принимаешь их долюбливаешь оправдываешь как свои потому что они есть твои только недостатки это то что вам не достает увидеть в себе это ваша внутренняя пустота это вам не достает недостатки это то что ваша не достает себе увидеть как только вы это увидели недостаток превращается в достаток И он превращается в талант, превращается в красоту. Нужно оправдывать все эти недостатки во всём вокруг и рассматривать вместе с противоположностью. Это и есть оправдать, увидеть две грани противоположные. Всё, вот каждое слово, каждое чувство, вот всё, что мы обозначили, чем-то наделили, мы разделили на две части, или на три, или на десять. Ну, неважно, будем говорить там дуально на две. На то, что мы принимаем, на то, что не принимаем. Надо вот эту единство и целостность соединить. Это и есть найти себя целого. Почему неловко слушать о себе похвалу? Но это стыд. Что такое стыд? Почему вам стыдно? Все люди на самом деле знают, об одном и том же говорят, но не понимают, не рассуждают, не пытаются это осознать. Вот здесь вот, глубоко. Мы всё знаем, да, это всё ясно, понятно. Я это уже читал, да, это видел. Ну, это настолько понятно, что капец. Вот, ну, на уровне в марте. Но это надо прочувствовать. Чтобы прочувствовать, надо рассуждать. Рассуждать. Но рассуждать, это не обязательно вслух, там, ходить до кого-то, докапываться. Сам с собой поговорить, внутренний диалог. Мы с собой не привыкли разговаривать. Мы привыкли разговаривать, передавать информацию, запаковывать её в язык, там, тело, жесты, мимику, слова, и передавать другим, но не себе. Не получается простить кредиты. Почему? Как это не получается? Если вы осознаете, что такое кредит, замените слово кредит на слово энергия. Мне не получается простить энергию. Я у себя взяла в кредит энергию. Энергия — это интерес, это желание. Я у себя взяла интерес и желание в кредит. То, на что мне не хватило энергии, интереса и желания, я пыталась сделать. У меня, у души, этого желания не было. У меня не было к этому интереса. Но я всё равно насильно достигла и исполнила это желание. Кредит — это вы у себя сами взяли в кредит. То есть у вас не было интереса к этому, не было желания. Не было вот этой энергии на исполнение желания. Не было. Вам оно нафиг просто не нужно было. И это классный опыт, потому что вы теперь знаете, что если вы будете заставлять себя достигать цели, на которых не хватает вашей энергии, то есть нет интереса и действительно желание души у вас сейчас не стоит, то вы будете жить в этих кредитах. Вы сами себя обкрадываете. То есть вам это не нужно. То есть как только вы занимаете точку обзора, живём здесь и сейчас, если здесь и сейчас я что-то хочу, то оно сразу исполняется. А вы живёте как человек потом, на потом, на завтра, на послезавтра, на планы на год, на планы на жизнь. Вы сейчас не живёте, вас сейчас нету. Вы где-то там в иллюзиях находитесь. И вы вот это вот всё достигаете на будущее, которого нету. Поэтому вы разбазариваете ту энергию, которая сейчас есть, и тот интерес и те желания, которые вот на сейчас. Только сейчас жизнь происходит. В воспоминаниях жизни нету. В будущем тоже в планах, в этих целях жизни нету. Жизненно вот сейчас, пока вы тут себя сознаёте. А вы это сейчас, свою жизнь, меняете на иллюзию будущего или иллюзию прошлого. Пытаетесь достичь то, что сейчас вам не нужно. Поэтому вы себя и обкрадываете. Как простить кредиты? Простите себе эти воспоминания все, и достигательства эти все, и начните жить здесь сейчас. Эти кредиты исчезнут сразу, как только вы задним числом погасится. Вы не вспомните об этих кредитах, либо придут деньги на этот кредит. Как? Не знать. Не надо строить планы, как может погаситься этот кредит. Не нужно. Как только вы начнёте возвращать себе долги, а у вас долги к себе только одни-единственные, жить здесь сейчас. Когда вы начнёте любить себя, то есть чувствовать себя, наблюдать за собой сейчас, тогда вы возвратите все эти себе долги. Картина мира развернётся и покажет вам, протранслирует совершенно другую реальность. То есть сейчас у вас в голове решить то, что вам не нужно решать. И опять у вас на эти кредиты нет энергии. У вас нет энергии даже осознать, как решить и простить эти кредиты. У вас нет на этого желания даже и интереса у Души. Поэтому и нет ответа. Никак не получается с дуальностями объединить в одно зло и добро. Ну никак. Почему зло — добро? А почему добро, оно может быть злом? Зло — это перебро. То есть перебор добра. Когда вы человеку причиняете добро, вы делаете ему зло, потому что ему нужно пройти свой опыт, ему нужно проживать свою жизнь. Вы своим добром вмешиваетесь в чужую жизнь, ставя ему палки в колёса. Поэтому любое добро — это зло. Это должно происходить само собой, по импульсу, по обоюдному желанию, в потоке, по радости. А не помочь из чувства жалости, беспомощности, ещё и в кредит у себя, когда у вас нет на этого желания, когда у вас нет на этой энергии. Мы помогаем всегда в кредит к себе, потому что у нас нет желания отдать последние трусы или почку. Но мы берём, перезанимаем, идём в банк, берём кредит для мужа, для детей, покупаем им машины, квартиры. Но внутри желания у нас такого нет. Мы зло причиняем себе и причиняем им, потому что им тоже не нужно это. Они умом хотят денег, власти, богатства. Ну, все люди хотят. Не понимая, что за этим стоит. А вы своим добром причиняете им такие вещи. А когда вам делают зло, они просто вам показывают то, что вы подавили в себе эту злость, то, что вы идёте не туда, то, что вы останавливаетесь, вы не в потоке, вы не живёте, вы живёте в будущем. То есть люди, которые делают зло, это Микки Маусы просто, это нарисованные персонажи, это просто актёры в вашей жизни, которые играют роль, чтобы вам что-то внутри показать. То есть любой там вор, убийца, это нейтральные персонажи, которые вам показывают, что вы убиваете себя, вы сами у себя воруете. Это добро. Добро к самому себе увидеть наконец-то, что вы делаете со своей жизнью. А вы перед носом-то не видите. Мы начали эфир с того, что всё, что перед носом находится, мы не видим. Поэтому нам приходится создавать этих персонажей в нашей жизни и резонировать с этими персонажами, с этими людьми, когда пазы желаний совпадают. Нам нужно быть жертвой, мы жертвы, мы такие играем в жертву, несчастную, бедную, то всегда придёт тиран, чтобы желания совпали. Для кого быть жертвой, если, блин, тиранов-то нет. Как быть несчастным и не привлечь спасателя? Или если вы хотите быть спасателем, то вы привлечёте в жизнь того, кого нужно спасать. Если вы хотите лечить, то вы будете создавать бедных, чтобы было кого лечить. Мы всегда совпадаем со всеми людьми. Никто не приходит в вашу жизнь просто так. Убийца никогда не убьёт того, кто не хочет умереть. Души уже, блин, там заранее договорились уже, что, блин, так, сконнектимся, ты придёшь меня убить. Окей, окей, хорошо. Сидят, кражут, там смотрят, как люди копошатся в своём уме. Наш дом ремонтируют уже полгода. Только сейчас стала обращать внимание на стук весь день. Подруга тоже говорит про стуки соседей. Не могу понять, но она меня не раздражает. Но ты пытаешься до себя достучаться. В данный момент, что мы сейчас сделаем в прямом эфире? Мы пытаемся друг для друга достучаться. Я через вас стучусь к себе. И каждый раз к себе напоминаю о том, куда я должна держать фокус внимания. Я когда с вами говорю, я прям телом испытываю. Каждое чувство в каждом слове хреневаю, потому что меня это двигает, наполняет. И вообще я просто в шоке. И насколько я себя познаю через вас. Я расширяюсь и расту. И вы также резонируете. Вам мир сразу показывает. В данный момент мы на эфире и на спринте вообще эти три дня занимаемся тем, что пытаемся до себя достучаться, наконец-то обратить внимание. Поэтому вокруг, что-то вы где-то недопоняли, вокруг начинает это проецироваться. Вы отдаёте себе долги, вам начинают их возвращать, откуда лезут подарки. Вы начинаете дарить себе подарки. Все вокруг начинают вам дарить какие-то подарки. Вы начинаете обращать на себя внимание, на вас начинают обращать внимание. Вы начинаете видеть везде изобилие, это изобилие вокруг начинает на вас просто как ком падать. Вы пытаетесь до себя достучаться, вам стучат во все двери. Вот этот вопрос, как понять? Так всё, что вам мир показывает, представьте, это ваше отражение. Вы стоите перед зеркалом. Ваше отражение вам показывает то же самое, что делает человек, который стоит перед зеркалом. Повторяет те же движения, те же манипуляции, всё то же самое. Всё так и пишут психосоматики, все ассоциативно и метафорически. Но вот как пример, зрение людей, кто носит очки, падает только в одном случае. На что-то вы не хотите смотреть. Ведь здравствуй грабли и те ситуации на пьющего мужа, на хренового начальника, на детей наркоманов и так далее, у вас падает зрение. Не хочу учиться в школе, дети гнобят и так далее, у детей падает зрение. Не хотят ходить в садик, им там не нравится, не хотят на это смотреть. Мы потому что не хотим на это смотреть. Слух падает точно так же, мы не хотим слышать себя, поэтому и слух падает. А волосы у нас отваливаются, мы сидеем и лысеем, потому что мы купим знания. И каждый орган, каждая клеточка нашего тела просто кричит, ну блин, обрати внимание на себя. То есть вы выписываете ассоциации, а бедность нужно принимать. Ну конечно, вам нужно богатство, бедность хлопнуть. Почему бедность богата, а богатство, оно бедно? Почему? Поассоциируйте. У нас как раз под постом, вот под сегодняшним заданием, все пишут там 5-10, кто меньше, кто больше, что вы там можете схлопнуть. По-любому бедность богатства там ни один человек разобрал. Я так пролистала, еще не все прочитала. Читаю все. Не везде, конечно, лайки ставлю, но читаю все. И сегодня еще не успела там прям все дочитать. Но где-то там было про бедность и богатство. Если сами не можете порассуждать, просмотрите, что пишут. Мы в едином поле, сейчас хакнем друг друга, и вообще классно будет. Если вы почитаете, вдумайтесь, добавьте свои какие-то ассоциации тоже. Сегодня 4 часа не было электричества у половины Васильевского острова. Чуть позже соседи затопили кухню и коридор одновременно. Жизнь затвиклась, пошел процесс. Вы начинаете себя отключать от внешних источников. Начинаете переключаться на себя. Это нормально. Но от внешних источников отключаетесь, а внутренние еще не нашли. Поэтому нет электричества. Как только я это осознаю, у меня сразу включается свет. Мне очень часто тоже лампочки переграют. От чего-то отключаюсь прямо осознанно. То, что все, я там фокус внимания туда держать не буду. Нафиг это мне надо. Внутри у меня и так все есть. А внутри еще не нашла до конца. И сейчас тоже свет. Вода прорвала. Вода это жизнь. С чем она с ассоциацией идет. Прорвал поток. Тоже прикольно. Это все говорит о том, что прорвало. Но что значит поток-то прорвал, а места узкие. Почему прорыв-то происходит. Представьте, что вот такой узкий шланг. Включили напор. Необычный. А давление прибавили раз в 10. Его порвало просто. Давление, движуху включили. У нас сеансы эти телепатические еще. Когда мы вибрации повышаем, состояние убыстряется всех процессов внутренних в теле. В башке, в теле, везде. А у вас узкие места, шаблоны. Ну то есть те места, их начинают рвать. Поэтому вот такой прорыв. Надо работать с узкими местами. То есть узкое место — это ваш шаблон, который вас сдерживает двигаться. То есть вроде как начали двигаться, но пройти не можете, потому что что-то вас это предостанавливает. Но вот как раз вот эти шаблончики начинайте рассоздавать. И будем расширяться. То есть узкие места нужно расширить. То есть расширить сознание. Расширить сознание — это поменять взгляд. С узкобокого одного, да, увидеть картинку в целом. То есть не только узко смотреть на что-то, на одну грань целого, да, а на целое. Вот это называется расширение. Почему люди делают то, чего не хотят? Например, ходят на нелюбимую работу. Страх неизвестного, страх жизни. Вчера был про это эфир. Мы все хотим умереть. Потому что нам страшно жить. Страшно — неизвестно. На работе хотя бы мне понятно все и известно. Я там в комфорте остановился, сижу в машине и наблюдаю один пейзаж. Мне так комфортнее. Ну и пофиг, что я помираю. То есть я зернышко маленькое, да, представь, в земле. И сижу такая в комфорте, думаю, блин, ну если туда вылезу, там асфальт. Надо, ну я такой маленький, слабенький, а через асфальт надо пробиться. Пофиг, что это меня сильнее сделает, но это ж трудно. Вот. А потом я пробьюсь через этот асфальт и увижу, что. Афиг, его знаешь, потом увижу. Может быть там солнышко, а может быть там птицы меня тут же там сидят, пожрут жуки, растопчут меня или еще что-то. Поэтому я туда не пойду. Но вот это зернышко, которое сидит, вернее, росточек в зернышке, который сидит, не вырос, он сгниет, так и не познав жизнь. Но вот люди, которые сидят на нелюбимой работе, они думают, что они тут могут хоть ненадолго, но сохраниться. Но это их выбор. У вас есть, Андрей, выбор выбрать. То есть, либо мы идем в неизвестное, бросаем эту нелюбимую работу, находим то, чем нам нравится заниматься, идем в неизвестное, начинаем жить. Жить по своим желаниям. Либо мы гнием на нелюбимой работе. Да, мы там можем себя сохранить, но ненадолго, все равно ненадолго. Чтобы себя сохранить, нам придется выцарапать эту энергию из других сфер жизни. То есть, на поддержание тела нам придется связи разрушать с людьми, с имуществом и так далее. То есть, мы замораживаем себя в связях. Вот нейронная цепочка связей, биохимическая реакция. Молекулы соединяются, катализатор там вода, происходит реакция, высвобождается энергия. Возьмем эту биохимическую реакцию. Когда молекулы взаимодействуют в этой цепочке, они привязаны. Энергия законсервирована в этой цепочке. Но как только цепочка разрывается, то есть катализатор нужен какой-то, либо палку в вагоне кинули, она сгорела, энергия высвободилась, тепло. Правильно? Тепло, энергия пошла. Разорвалась там связь. Атомная реакция, там вообще взрыв, высвобождение энергии. Что у нас там? Атомная энергия, да, она больше, чем маникулярная. То есть, плотность цепочки и разорвать ее очень сложно, ну, очень сильная. И чем сильнее привязаны, тем больше она законсервирована, тем больше там энергии. И вот мы также привязываемся к людям, к материальному, к знаниям, к деньгам, к насиженному месту, к комфорту, ко всему, то есть мы привязываемся. И вот там вот везде это замороженная энергия. У нас примерно энергии, ну, для, раньше так было, для человеческого скафандра, ну, лет на 120. И мы в течение жизни начинаем все замораживать, замораживать, замораживать. И когда энергии уже этой не остается, ну, человек меняет этот скафандр. Ну, то есть замороженный полностью становился, нужно поменять. Потому что шаблоны у нас мышление замораживает. А смерть – это просто забвение для того, чтобы, ну, опять ничего не знать нифига, разморозить эти шаблоны и опять, ну, начать что-то познавать новое. В новом скафандре, либо в этом же. Мы в этом теле, наверное, тоже умираем куча раз. Просто у нас забвение, мы не помним. Так вот, для поддержания жизни, вот для той же работы, когда мы там заморозили всю свою энергию, нам же не хватает этой энергии дальше жить. Нам приходится размораживать энергию из других связей. То есть мы начинаем рушить отношения, здоровье, блага, у нас квартиры, долги какие-то. Для того, чтобы держаться и замораживать дальше энергию в работу. То есть мы перекладываем из одного в другое. Если вы перестанете за всё держаться и идти в новое, в потоки, ваша энергия будет всегда свободна и циркулировать на все ваши желания. Вы замораживаете. Так, всю жизнь хочу поправиться, набрать вес, наесть щёки. Но зачем вам это нужно? Какое чувство вы будете испытывать, что вам не хватает? Когда вы будете полненьким. Вам полноты не хватает, ну, полноты чувств не хватает. То есть вам чувства на самом деле. Вы не тело физически хотите. То есть всё, что мы хотим на физике, в материальном плане, на самом деле это просто ум нам рисует картинку, подсказку, что мы хотим чувствовать. То есть найдите, что вы хотите чувствовать, когда вы будете полным. То есть какие чувства вам нужны, что это будет вызывать в вас. Чувство полноты я уже подсказала вам. Ну и плюс ещё набор, целый букет чувств. Дайте себе чувства. Благодарю за ответ, так кайфанула, что желание в изобилии и богатство. А если всё классно, но нет денег и секса, то значит где-то не классно, значит вы где-то врёте сами себе. Деньги есть всегда у человека, если он внутри богат. Богат чем? Ответьте себе на этот вопрос. И секс что это? Это удовольствие. Мы всегда путаем понятие радости, настоящей радости, от искусственной. Мы привыкли получать искусственную радость. Я поел мороженое и типа классно. Я позанимался сексом и типа классно. Или ну что-то купил, классно. Цель достигнул, классно. То есть мы подменяем настоящую радость от творчества, от процесса. Искусственной вот этой радостью. Вот я покатался на качельках, типа классно. Да нифига не классно. Вам классно, блин, на уровне ума. Вы пытаетесь соврать сами себе, что вам классно. На самом деле вы катаетесь на качельках, ну да, на минутку. Но вспомните те моменты, когда вам действительно было классно. При первом свидании, первом поцелуе, допустим. Вам ничего неизвестно было ни об этом человеке. Вы в первый раз целовались. У вас было такое нехилое возбуждение, что вы просто вообще не знали. Ни хрена себе это вообще, что такое. Вот это настоящая радость. И эту радость можно вызывать только в творчестве, когда вы ни хрена ничего не знаете и делаете что-то по-новому. А не то, что вы там пошли на машине покатались, или на качельках, или мороженое. Вы путаете радость. Естественно, если у вас нет секса, вы подавили в себе удовольствие. Вы не получаете эти удовольствия. Вы не понимаете, что такое настоящее удовольствие. Вы подменились суррогатами. И деньги, богатство вовне, это когда есть внутреннее богатство. Если пустота вовне, то значит внутри пустота такая же. Наш внешний мир — зеркало. Он нам показывает ровно точную копию того, что происходит внутри вас. Вы, чтобы себя внутри познать, вовне проявлены таким же образом. Если много нищих стало видеть, но они что-то вам показывают. Посмотрите в зеркало. Кто нищий? И что для вас нищий? Ну, какие ассоциации? Что вы чувствуете, когда вы произносите слово «нищий»? Что вы чувствуете? Вот это чувство нищеты внутри вас. Вы его подавляете, не хотите видеть. Нелли, ты каждый день своего мужа наблюдаешь как нового. Что ты ничего о нем не знаешь? Нет, не каждый день. Бывает, что я забываю, возвращая в себя тумаками и руганью обратно. Отношения — это всегда работа. Всегда разглядывание. Я каждый день о себе новое столько узнаю, когда на него смотрю. Блин, капец. Причём он такие вещи вытворяет, и я, блин, нифига, это во мне есть. Ничего себе. Ну, это классно, когда ты осознаёшь причинно-следственную связь, чем ты создал вовне, какими чувствами, вот это дело всё, откуда это появилось, почему, вот отсюда и происходит, что ты это творчество наблюдаешь. То есть причинно-следственная связь. Что я чувствовал, каким чувством и желанием я это создал, ты это понимаешь, осознаёшь, спросил, задал себе вопрос, понял, осознал, видишь это вовне. И вот это вот и есть процесс творчества, когда ты видишь этот процесс, причинно-следственная связь, это и есть настоящая радость от процесса творчества. Ты видишь причинно-следственную связь. Это не рисовать картины, это не петь, это не танцевать, это видеть в себе творца. И как ты сотворил, каким чувством, что ты сотворил. У меня осталась одна минута, конец эфира. Так, ещё раз напомню, что сегодня в 12 ночи примерно плюс-минус я выложу пост, где напишу, ребята, напомню ещё, пишите под постом ваши отзывы о нашем трёхдневном спринте, короткой забежке, пробежке короткой, по нашим чувствам, по нашим деньгам, по нашим шаблонам мышления, то есть что вы осознали, какой отзыв там. И я завтра в 22 часа проведу розыгрыш и разыграю бесплатное обучение и второй розыгрыш, скидка 50% на любой мой курс, который в течение года можно пройти. Вот такие пироги. А этот чат я удалю, когда я его удалю, удалю во вторник. И этот чат останется, я выложу пост сегодня или завтра о том, что у нас будет закрыта группа продолжения этого спринта с помесячной оплатой. Такие дела. Всё. Всех целую, всем пока. Очень рада была вас всех видеть. Увидимся на прямых эфирах, кто там останется в группах, либо на моём личном аккаунте, на YouTube. Буду не прекращать с вами разговаривать, потому что меня это капец как наполняет. Пускай меня хейтерят, пускай говорят, что я там всех копирую, пускай говорят, хоть что говорят. Блин, не так классно, ребят, просто. И я буду говорить дальше. Всё. Целую. Спасибо.